Всем привет! Меня зовут Эмджи Рамон, и добро пожаловать в Крафт Шоу! Сегодня у нас достаточно новогоднее настроение, особенно этому помогает текущий снегопад у нас. Короче, внезапно наша вся... Текущий. Текущий. Ну а какой? Не текущий? Текущий. Подучий. Снегопад, который происходит прямо сейчас, так тебе устроит моя формулировка. Не, мне текущий больше нравилось. Такой простор для фантазии. Он не текучий, он текущий. И, как видите, сегодня все очень-очень красивые, очень стильные. Редакные. Тюна у нас снежинка. Дай я покажу твою снежинку. У тебя на спине вот снежинка есть. Ее наушники музыкальные превратились в наушники, которые защищают от холода. Да, теплые, потепленные. Рич у нас, ну, кто угадал, тот угадал, но... В общем, это снеговик. Костюм снеговика, да? Ну, как бы, да. Да, такого. Снеговика из интеллигентной семьи. Ну да. Мои снеговики... Мои родители стояли под Кремлем. Ну, и я сегодня, как и по традиции, как и в прошлом году, я в костюме, ну, я не знаю, наполовину Санта-Клаус, наполовину... Святого Кольки. Да, скорее всего, Святого Николая. И, как видите, у меня очки... Такие... Э, это чё сейчас было? Турель кто-то внизу поставил? Чу, ты как это говорила? Кто-то... А, подойди, это Уитли внизу. Это Уитли внизу. Смаらい вниз. Смерть тебе. Смерть. Привет. Так это дефективная. Я чё, чё, их бояться должен, что ли? Я, я экспериментировала, ставила, ну, как бы, недефективно, я не... Ну, подожди, да, я послушаю. Это он там? Да, он пытается, как бы, но он же дефективный. Ну, это, это самый лучший защитник нашей базы, мне кажется, которого можно только придумать. Все враги дохнут со смехом. Турель, которая голосом озвучивает просто стрельбу. Ну, разве не круто? Но он это говорит, я попробовал после того, как это... Ты умер, падай. Мы с ним разговариваем. Подержи его игру. Он же с тобой играет. Он не играет, он... Туше, молодая леди, туше. Тюна, он к тебе обращается. Где-то еще один, что ли? Почему... Почему их два голоса? А, нет, это баг. И у нас Крипер, кстати... Ой, Крипер. Эндермен тут ходит. Мультик голосный. Так, сейчас он похватает у нас. Он что-нибудь... Не, ну, он может красть только ванилоблоки. Не переживай. Например... Не, не знаю. Листву он вряд ли будет воровать. Ну, в общем, у нас сегодня Новый Год в Крафтвилле. Скорее, мы даже празднуем не столько... Можно я его отключу? Хватит перебивать. Ага. Он тоже хочет с нами сниматься. Он получил свои звездные три минуты. Он писал в комментариях. А можно с вами? И, видите, можно. Смотря как напишешь. У нас сегодня... Скорее, не столько Новый Год, сколько празднование того, что апокалипсис не состоялся, я думаю. Да. Фух, пронесло. Я так в это верил, что он наступит. Я... Честно, я выкопал бункер к этому времени как раз уже. Запасься едой на несколько лет и водой. Ну и, в общем, запасься различными видеофильмами тоже, чтобы было не скучно. Была одна замечательная идея. День дюрака перенести на 21 декабря. Как раз для таких. Ага. Ну, в общем, теперь мой бункер нужен для того, что вдруг ядерная война начнется. В общем, применение будет, я думаю. Ну, тушенку надо будет обновлять. К тому же, те, кто думали, что апокалипсис должен наступить 21, те не знают о том, что еще чуть ранее находили другие подтверждения от Майя того, что, оказывается, они были ошибочны, те их первичные выводы, и что календарь Майя на самом деле продлили еще, я не помню, на сколько там лет. Ну, по старому стилю на 13 дней, наверное, да? Ну, на наш век хватит, думаю. Вот, а к тому времени найдут еще один календарь Майя, который, оказывается, тоже был продлен, так что... Или им просто надоело писать дальше. Ну, они просто вымерли, и все. Вот, и Тюни подарили, я смотрю, все-таки, наконец-то, я могу это сказать. Как она называется? У меня как запись... У меня как запись начинается, так скажи название. Куб Компаньон, или... Ну, Куб Компаньон, да, Компаньон Куб. Это ты, Рич Скраптин? Соплевый кубик. Или это Тюна сама себе подарила? Я сама себе подарила. Сама себе. Ну, в общем, теперь это твой лучший друг и товарищ. Он будет лечить твои раны. Ну, и вообще поддерживать теплую беседу холодными зимними вечерами. Так что держи его при себе. А я пока одену, наверное, обратно броню и скрою свой великолепный наряд. Ага, а вам несколько пластинок вот в этом ящике, ну... Ну, мы их не будем слушать. Да, мы можем послушать стайл, который мы уже наслушались, но Still Alive, Won't You Gone и Radio Loop... Ну, я могу озвучить. Radio Loop. Это Radio Loop. Дальше. Won't You Gone... Я, честно говоря, не помню, как она поется. Позор мне, позор. Ну, Still Alive это... This was a triumph. Всё, дальше не помню. И вы прослушали радиопередачу. Рамон пытается вспомнить музыку из Portal. Главное, что YouTube пропустит. А остальное неважно. Он, да, он никогда не интерпретирует мои ноты, потому что они совершенно ни разу не попали в оригинал. Так что... Нет, да, может быть, ты попал в какую-нибудь другую песню совершенно случайно. Я не знаю, Gangnam Style вдруг внесапно спел. This was a triumph. И мне такое предупреждение от YouTube. Вы нарушили авторские права, там, такой-то, такой-то рекординговой студии, и пси подает на вас в суд. И я такой... Еее, я буду популярен! И везде в новостях. Пси подает в суд неизвестного ютубера. Это было бы забавно. Да. На самом деле, с наступлением этой даты, я ожидал, что хотя бы одна истерия у людей закончится. Обсуждение конца света. Ну ладно, давайте... Я смотрю, этого не произойдет. А знаешь, в окончании какой-то истерии второй я тоже ожидаю. Не, подожди, 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 подожди. Я просто тебя чуть-чуть... Сейчас я договорю. Да ну, блин, ё-моё, Рич. Стой, стой, стой. Давайте продолжим наше общение, уже начиная делать что-то. А я уже закончил общение. Всё. Не, я просто знаю, как один закончил, так второй начинает. Поэтому мне приходится перебивать, чтобы это не продолжалось. И в общем, у нас стоит... Видишь, не всегда получается. У меня получается. У нас стоит... Спасибо, спасибо, что дал мне минутку, чтобы я сообщил нашим зрителям. Ты не успел, всё. У нас стоит мод, который называется Christmas Craft. И который добавляет большое количество различных крутых предметов. Но я думаю, многие уже в курсе. И вообще, в прошлом году этот мод мы также использовали. с Резо. Но Резо я уже, честно говоря, давно не видел. И вообще, куда он пропал, неизвестно. Вот. Поэтому... Но слава богу, что у меня есть Тюна и что есть Рич. Повезло тебе. С которыми... С которыми я могу... Есть много. Да. С которыми я могу заниматься совершенно непонятными и ненужными вещами, но весёлыми. Прежде всего. Самое главное. И я буду читерить весь этот выпуск вот таким образом. Я буду включать обратно снег, потому что... Ну... Мне нравятся эти колокольчики. Вы слышите их? Мне не нравятся. Тюна просто боится, что криперы никуда не исчезнут. Сейчас я немножко сделаю звук погромче. Я покажу нашим зрителям, что тут у нас колокольчики. Ну вот. Красиво. Тюна, ты похожа на индейца. Только с крыла почему-то сзади так в голову пришла. Это у тебя перо. Когда я пришла, их у тебя аж три штуки-то торчало. Да. Вот. И давайте что-нибудь скрафтим, я думаю. Я на улицу просто вышла, и там... И там плохо. Да, там очень плохо. Первое, что я предлагаю нам скрафтить, называется Christmas Tree Stent. Стойка для рождественского дерева. И для этого нам потребуется дерево, красная шерсть, зеленый... Краситель. Стойка для рождественского дерева. Ну, я вспоминаю, как он называется. И саженец ели. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Не та песня. Хватит американизировать население. Действительно. Так, кактус, да, кактус у нас должен в духовке, в общем, приготовиться. Позор на мою голову. Какие ты песни знаешь? В лесу родилась елочка, в лесу она росла... Я ужасно пою, поэтому я... Молодец. Возьми яблочко, там в сундуке лежит. Я лучше возьму кактус грин, мне он больше нравится. Что, есть у нас краситель? Ты делаешь из него текилу, я тебя понял. Что? Краситель красный есть? Есть. Есть. Где? В том же сундуке. Да, да, да. Вот, иди. Так, и дерево еще потребуется. Дерево у нас теперь хоть отбавляй. Я вниз ходил в сундук, заглядывал, там кошмар, что происходит. Вот, кстати, надо сходить, посмотреть, показать зрителям. Вот наши два сундука. Вот что у нас сейчас с деревом происходит. Оно уже не знает, куда идти, куда дальше ему отправляться всем этим предметам. А вот у нас второй сундук. Ну, здесь, конечно, ситуация полегче. Почему-то сюда песок, кстати, попал какого-то черта. Что он тут делает вообще? Где? В сундуке, в котором он не должен находиться. Ну, это как всегда. Пшеница и семена. Как положено. Так что, еды не в проворот, в том числе и самих яблок, и вообще дерево уже некуда девать. Я думаю, может быть, отключить уже можно, наверное, нашу ферму. Ну, наверное, да. Обе даже, наверное, фермы, да. Да, тем более у нас снова непонятно, куда лава делась. Я как прихожу в Незер, смотрю, там есть лава и пошла потихоньку, пошла-пошла. А ухожу, нет ее здесь потом. Удивительные дела. Да, пожалуй. Так, я заберу, наверное, этот сундук, этот верстак. И превращу его уже в то, что его нужно было превратить давным-давно. И тараааа! Пока все говорили непонятно о чем. А я носочек делала. А я носочек делала. Куда поставим елку? Ну как, куда? Не, у нас здесь освещение. Ну, убрать освещение. Зашибись, ты крипера в себе хочешь здесь появления, да? Да без проблем, давай. Давай. Что, освещения, что ли, мало? Давай, суфи в центр. Давай поставим... Вот здесь. А нас будет огнями гореть. Не возле печки, самое то. Здесь, вот. Это вот здесь вот ставится. Зачем здесь? Ну, так удобно. Ну, как это? Смотри, два блока от этих, два блока от этих. Я тут как раз более-менее отцентрировал как раз. И когда она вырастет? Ну, к Новому году. Наверное, садить надо, я не знаю. Может быть, надо этот, вкусную муку применить. Может, полить ее. Целый год прошел, а Рамон до сих пор не знает, как пользоваться этим модом. Вау! Да. Это называется уд... Ну, да. Ну, хорошо. Ну, я же сказала, надо было дальше ставить. Почему дальше? Вот один блок есть, вокруг нее можно ходить. А, один блок. А так было бы с одной стороны один, а с другой два. Какая разница тогда получилась бы, скажи мне, пожалуйста. Все. Та-да! Теперь надо, наверное, ее украсить. Я не знаю. Я думал, она с игрушками вырастет. Внезапно тогда. Ты покупаешь елку сразу с игрушками, что ли? Ну, имеется в виду одетыми. Интересно, а носок можно? Я не покупаю. Я прихожу в лес и наряжаю. Как-то использовать носок. Нет, нельзя. Это вообще какая-то западная фигня. Я не понимаю эти носки. Вешать носок на камин, чтобы туда тебе положили подарок. Ты понимаешь, это... Ну, вообще все эти традиции весьма своеобразны, если так вот... Любви вам. Попробовать. Любви. Всем любви. Представить их с логической точки зрения. Поэтому я бы на твоем месте не очень бы ругал это. Атюна сейчас нам расскажет историю. А что я ругаю? Я говорю о том, что мы слишком много знаем о Западе, но почти ничего не знаем о собственных традициях. Я вот это ругаю. Ну, так расскажи. Расскажи про... А я что, какой-то особенный? Я в такой же плачевной ситуации нахожусь. И поэтому я хотел бы это все исправить. Тебя костюмчик обязывает. Елка вообще... Ее привез, ну, как бы, на Новый год. И вообще Новый год появился от Петра Первого. Так как он все же нас, как... Ну, склонял больше к Западу. Европа другая. И так на Руси праздновали Новый год летом. Причем у березы, по-моему. И вот. Водили хоровод летом. Не, не летом. Весной это было. Весной Новый год наступал. Обновление природы там и тому подобные вещи. Весьма логично, кстати. Ну, я вполне... Такие... Вообще, весна, да, как бы, настроение улучшается. Все счастливые ходят. Ручейки журчат. Да, действительно, наступает Новый год. А тут что? А тут всего лишь календарный. Да. Ересь. Но, тем не менее, он все так же весел и приносит массу приятных ощущений, приятных эмоций, мне кажется. Угу. Да? Ведь да, ведь отмечаем же все равно Новый год. И нравится же. И подарки получать нравятся. Так что... Ну, это естественно. Кому не нравится получать подарки, вам скажите. Поэтому слишком сильно ругать это все тоже не надо. Это... Это в любом случае, знаешь, как бы, полку перегибать тоже не надо. Это хорошие позитивные эмоции, и их не так уже много в нашем нынешнем мире. Поэтому, да. Пока мы тут общаемся, я тут дальше еще, что бы скрафтить. Есть у нас, кстати... Да, есть. Лапис. Есть у нас лапис. А почему столько яиц тут? Ну, хватит задавать вот подобные глупые вопросы. Кто ее знает, почему столько яиц? Курицы ходят, яйцами бросаются. Они как-то плодовит. Курицы у нас. Откупаются, что ли, от курии? Да, теперь совсем другое дело. Но еще... Еще не совсем. Есть еще одна прикольная штука. И сейчас я это займусь. Есть... Вкусняшки всякие. Шоколадное молоко есть, горячий, горячее какао. А как какао-бобы перерабатывать, я не понимаю. Нанимаешь раба. Да. И все? Это официальный путь. Все? И он тебе все сделает. Дальше тебе ничего знать не надо. Ты просто нанимаешь... Подожди. Нанимаешь раба? А их... Ты только против. Ты смотри, что Тюна сделала. Ты меня за кого принимаешь? Забирай назад свои бабы. Я тоже не знаю, что с ними делать. Работай теперь. Держи. Держи. Слушай, хозяина твои проблемы не волнуют. Все. А, я теперь раб. Нет, все. Забери. Забирай обратно. Там как звезда, стоять и будешь. Звездочка ты наша. Да. Смотри, идеально подходит под игрушки. Вы там что-нибудь краптите? Рождественское? Какие-то предметы? Конечно. Я крафчу улыбки. Хей. Не, это не катит. Не катит? Тебе не нравятся улыбки? Скажи мне название какого-нибудь рождественского предмета. Я сейчас буду делать... Санки. 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 Сейчас посмотрю. Не получилось. Я применение... А что это под елкой? Откуда она здесь? Не может быть. Что это? Дед Мороз принес. Подарки. Причем сам Дед Мороз удивляется подарком. Я не Дед Мороз. Я Рамон. Эш, ребята, прекращайте. Я Рамон. Ты Дед Рамоз? Видите? Видите? Никакой бороды. Ничего. У меня всего лишь просто тематический костюм. Я тебе не верю. Я больше верю в Деда Мороза. Ну, я... В Деда Мороза. Я тоже больше верю в Деда Мороза. Где он? Чем твоим лживым словам. Ты Дед Мороз. Откройте подарки. Я более чем уверен, что это вам. Какой? Чей? А я откуда знаю. Выбирай. Предоставляю выбор дамам. Что-то тут так долго ломаются. Глаз Паука. Подарок. Глаз Паука. Клевый подарок. Что же досталось Ричи? Что же досталось Ричи? Раскрываем. Ричи досталось. В маленьком окошке крафта своем. Хорошо, что не уголь. Что же досталось Ричи? Нэзер Вау. Вау. Бородавочка Ричи досталась. Какой прекрасный Новогодний подарок. Благо ты бы дарю. Благо ты бы дарю. Спасибо тебе, Новый год. Кем бы я был без тебя? Ну ладно. Не понравился подарок, да? Ну и ладно. Дед Мороз, наверное, поди, старался, упаковывал это все. С самого Северного полюса тащил вам из Устюга подарки. Великого? Да. Ну он же там живет. А на чем ты тащил? Ну он тащил. Тащил из Великого Устюга. На чем? На чем? На санях. На санях? На оленях. А как сани будут? На оленях? Сани. Сани. Не, на оленях он не скакал. Сани! I love you. Рамон, вот тебе подарочек. Который? Вот, вот с этой стороны стоит. Вот под синеньким. Под синеньким? Окей. Мне нравится, как женщины определяют окружающее пространство цветами под синеньким. Вау! Смотри, что у меня есть, а чего нет у тебя. Попа корна. На, понюхай. Чувствуешь, какой приятный запах? Попу корна? Да. Спасибо. Дарю. Дарю подаренное. Спасибо. Ладно. Какой-то беспредел подарочный. Возможно, нам нужно открыть портал в нашу саванну, которую мы открыли. Погреться? Да, потому что как-то уже довольно холодно становится. Да. Сейчас замерзнем и от криперов. От криперов? Что, замерзнем и от криперов? Я честно, Тюна, я совершенно иногда теряю полностью нить твои... твоего мышления. Я не знаю, как это еще назвать. Сейчас... Утю... Под синеньким замерзнем... Это психология. Под синеньким замерзнем и от криперов. Все понятно. Это психология. У нее проявляются ее самые большие страхи. Постоянно выходят вот так вот, неожиданно. Криперы мерзнуть. И так, ногой левой так дюркает во сне, знаешь, так... А-а-а, криперы. Блин, этот... Одень бы этот венок тебе. Одень. Вот из елочки. Я думаю, красиво будет выглядеть. Не получается. Какая досада. Ну смотри, кстати, у нас вот это... Вот это тот портал в... Куда? Да, рядом поставим. Нам сначала кристаллы надо найти, а у нас их нет. Опять. Либо... Опять нет? Либо они не в мод айтемс, а теперь где-нибудь... Вот здесь. Вот они... Мне все же кажется, что сейчас криперы повылезают. Откуда? Ну тогда сиди дома. Вот я и сижу дома. Сиди дома, пока мужики подставляют все наши строения. Сиди дома, женщина. Тут два мужика нашлось мне тоже. Так, куда бы ее поставить? Вот сюда. А книжка у нас есть вообще в саванну? Да, должна быть сейчас... О, есть. У меня есть сейчас. Тогда лучше я схожу туда и сделаю там отдельную книжку. Вот так, да. Где у нас тут саванна? Саванна! А, здесь вообще, короче, не саванна ни разу. Как здесь отвратительно. Сейчас. Какой кошмар. Сейчас, сейчас я приемник построю. Вернее, не приемник, а... еще одни ворота. Домой. Оп, оп. Все, Линкенбук. И домой к чертовой матери. Где ты живешь? У чертовой матери. Она меня приудетила. Очень, кстати, приятная женщина. И то, что отпрыск. 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 Очень плохое слово, если честно, мне это кажется. Отпрыск. Кто... Ну, а мы о ком говорим? Какого мы отпрыска имеем? Посмотри, слово отпрыск подразумевает под собой, что кого-то отпрыскнули, правильно? Ну, так, так, видимо, и было. Ну, кто знает, как там черти рождаются? Если тогда посудить, то есть, ну... Ну, да, отпрыскивают их. Чертей отпрыскивают. Вот так и не рождаются. Они... Они размножаются отпрыскиванием. Почкованием, ты бы сейчас сказал. Ты... Ты что, биологию не учишь? А кошки размножаются умножением. Так, ой, я... Все... Я, короче, 10 тысяч раз уже сделал совершенно нити движения. И повторяю их делать. И это мы его отвлекаем. Нет, ты действительно уже в пятый раз мимо меня пробегаешь в сторону портала. Появляешься сзади, снова бежишь в сторону портала и там исчезаешь. Но он там делает портал. Я тут шаман какой-то. Полусанта-полушамана. Я не знаю, что я делаю. Я бубню, ну, с бубном бегаю. Мы потом узнаем, чем он там занимался. Если выживем, когда попадем туда. Вот он опять убежал. Я поворачиваюсь назад и, смотрите, через 5 секунд он появится. Готово. Ура. Да неужели? Я сам удивляюсь. Идемте, посмотрите, какая... Какая просто гостеприимная саванна. Да? Да. Может, дорогие все вещи оставить здесь? Дождь. Я опасаюсь. Опять дождь. Как вам погодка вообще? Обалдеть. Отсадительно. Отсадительно. Здравствуй, овечка. Хочешь к нам? Я помню, как мы на коньках плавали. Помнишь? В той воде. Плюс два. Делая вид, что мы катаемся на катке. Было весело. И непонятно. И на коньках, и в плавательной шапке. А эти санки в том грязевом месиве на кучугурах, помнишь? Это что же там происходило? А ты такой в лыжах стоишь, не двигаешься, и то ли лыжи не едут, то ли... Ну, в общем, ты понял. Что-то плохое происходило тогда. Я бы даже сказал, что месиво — это не грязевое, а песочное. Тюна? Тюн, Тюн, Тюн. Я могу тебе напомнить, что... Мне кажется, ты увлеклась. Я могу тебе напомнить, что эти деревья будут срублены очень скоро. И всё это будет... Упадёт на пол, и неизвестно, куда оно денется, если честно. Я даже... Ну, я знаю. Я очень много сделала шариков. Ну, вот смотри, у тебя есть возможность прыгать высоко, да? И у нас тут огромные две ели. У тебя работы на пару суток, я думаю, достаточно будет. Так что можешь начинать прямо сейчас. Добрый. Я думаю, стоит чуть поближе ознакомиться ещё с рецептами из этого мода. И сейчас мы вернёмся. Ну, ладно, вроде бы более-менее подучили. Тут за кадром. Тюна, не могла бы ты одеть, пожалуйста, свои очки обратно? Пожалуйста, одень. 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 Позвольте. Одень. Вот. И Тюна скрафтила здесь ещё звезду. Ну, во-первых, вы видите, Тюна продвинулась в исследованиях Томкрафта намного дальше меня. А ровно на сто процентов, потому что я ещё даже не начинал. Вот. И она продвинулась в исследованиях даже уже аж дошла до этих очков, что я аж завидую немного. И она вот скрафтила звёздочку из нашего Крисмас-крафта. И я тут, в общем, более чем уверен, что если эту звезду поместить ей на голову, то она будет просто вылитая Верка-сердючка. Оп-оп-оп-оп, Чина, оп-оп, мы спеваем. Ладно. Ну, Тюна была ещё также к нам добра, она сделала нам горячего шоколада. И давай, да, наверное, поставим звёздочку на вершину этой ёлки. Тюна просто действительно звезда. Ты звезда нашего шоу-тюна. Знает. Ладно, давайте поспим, а то ночь на дворе. Сейчас шоколад горячий. А, не могу. А я посерпаю. Такое ощущение, что ты меня им лупишь. И тебе это нравится. Как вкусно. Но он очень горячий. Привет, ты с глубины души такой. Ладно, давайте поспим и продолжим наш день. Я здесь. Так, ладно. Надо бы ещё что-нибудь попробовать скрафтить. Ага, так. А, Тюна. А, что? Рич, а вы посмотрите в окно, пожалуйста. Чё там? А, мне кажется, или у нас появился какой-то другой персонаж на сервере. Я совершенно не понимаю, что... Резо? Резо? Это Резо, Макс. Подождите, у нас вайтлист вообще-то на сервере на трёх человек совершенно. Ага. А куда он смотрит? Он смотрит куда-то влево вообще. На наши фермы? Зачем ему наши фермы? Резо, не трогай наши фермы. Вон он, да. Резо, перестань. Так, ладно. Пойдёмте, наверное, что-нибудь, я не знаю, поздороваемся с ним. Да, познакомимся. Макс, иди сюда. Резо, Резо, стой, стой. Стой. Продолжение следует.